Опрыскиватель аккумуляторный. Большинство дачников и огородников при уходе за посадками сталкиваются с проблемой защиты от вредителей и насекомых, представляющих серьезную угрозу будущему урожаю. Для этих целей традиционно применяются химические препараты, однако их ручное использование связано с большими затруднениями. Неплохой выход из этого положения приобретение опрыскивателя, работающего от аккумулятора и размещаемого в небольшом ранце за спиной. Как устроен опрыскиватель аккумуляторный? Опрыскиватель на аккумуляторе по своему устройству и принципу действия аналогичен электрическим агрегатам, работающим от автономного источника питания. В его состав входят следующие узлы – вместительный пластиковый бак со встроенным компрессором и электродвигателем, они располагаются обычно в нижней части ранца. Распылитель его называют еще раз брызгивателем в виде штанги со шлангом и рабочей форсункой. Аккумуляторная батарея на 12 или 18 вольт. Опрыскиватель аккумуляторный – обратите внимание. Компрессоры аккумулятора размещаются в отдельном отсеке, что облегчает их обслуживание и ремонт. При работе опрыскивателя электромотор приводится в действие батареи, которая по мере ее подсадки может заряжаться от сети специальная. Зарядное устройство входит в рабочий комплект. К изделию также прилагается набор различных по производительности насадок. Пользуясь ими удается обработать площади в несколько раз большие, чем при ручной работе. За время одного заряда переносимой батареи опрыскиватель садовый и аккумуляторный способен распылить до 500 литров защитного состава, что гарантирует надежную защиту посадок на небольшом приусадебном участке. Сфера применения аккумуляторного опрыскивателя. Высокая эффективность и экономный расход защитного препарата делают опрыскиватель ранцево-аккумуляторный незаменимым в следующих случаях при необходимости защитного опрыскивания садовых и огородных растений. В случае обработки тепличной оранжерейной растительности при усадебных посадок типа «живая изгородь». При защитном обеззараживании площадей питомников и загонов для домашних животных. Помимо этого, данный прибор может применяться и в других областях. Его нередко используют для дезинфекции подсобных помещений, а также в целях очистительной обработки жилых и нежилых объектов. Опрыскиватель применяется для обеззараживания огородных растений и питомников. После заливки в бачок чистой воды опрыскиватель годится для мытья автомобилей, оконных стекол, а также имеющейся на участке огородной техники. При заправке белилами или хлоркой он будет пригоден для защитной обработки садовых деревьев и туалетов. В ходе строительной работы он как распрыскивающее устройство может применяться при проведении отделочных операций по белке. Дополнительная информация. При работе с этим прибором удается получить ровный, без подтеков, защитный слой. Формируемые с его помощью декоративные покрытия полностью соответствуют действующим строительным нормативам при соблюдении технологии нанесения. Обзор лучших распылителей. К числу лучших отечественных распылителей ранцевого типа можно отнести следующей модели «Умница». Комфорт, Витязь, Калибр, Макита и другие. Опрыскиватель аккумуляторный Макита. Технические характеристики приборов. Опрыскиватели садовые. Аккумуляторные. Умница. Неплохой. Вариант бюджетного класса, относящийся к удобным в эксплуатации многофункциональным устройствам. Основные его характеристики. Пластиковый 5-литровый бак изготовлен из материала, устойчивого к агрессивным средам, латунная рабочая. Штанга имеет длину порядка 38 см. Общий вес без жидкого содержимого 3 кг. Время работы от одной зарядки до вторых ч. Напряжение питания 12 В. В линейке этого производителя имеется еще целый ряд моделей, относящихся к той же бюджетной категории. К ним можно отнести опрыскиватель аккумуляторный комфорт, особенностью которых въявляется наличие сразу двух исполнений. Они отличаются количеством встроенных насосов 1 или 2 и в связи с этим производительностью. Объем бачков этих моделей 12 и 16 литров. Время работы от одной зарядки варьируется от 2 до 6 часов. Корпусы этих изделий сделаны из особо прочного полипропилена, а для изготовления подающей трубки использована пластичная латунь. Опрыскиватель комфорт. Бюджетные модели ранцевых распылителей. Витязь оснащены метровой телескопической трубкой. Огибкий шланг. Длины 120 см пригоден для опрыскивания кустарников и деревьев. Прибор отличается повышенной производительностью 0,7-1,7 литра мин. Его масса в рабочем положении 5,5 кг. Высокопроизводительный ранцевый распылитель типа «Калибр» имеет бачок емкостью 15 литров и может работать в непрерывном режиме порядка 2 хача. Важно! Напряжение питания батареи 18 вольт. При пользовании «Калибром» особых проблем обычно не возникает, что объясняется высокими техническими показателями устройства. Опрыскиватели марки «Макита» аккумуляторные относятся к образцам универсальной садовой техники, рассчитанной на напряжение питания. 18 вольт и переносимы в ранце за спиной. Емкость бачка составляет 10 литров, а габариты соответствуют показателям 315 умножить на 225 умножить на 415 миллиметров. Как сделать опрыскиватель своими руками? Для самостоятельного изготовления простейшего ранцевого опрыскивателя для сада потребуются следующие основные детали и расходные материалы. Старая пластиковая канистра емкостью порядка 10-12 литров. Ножной автомобильный насос-компрессор на 12 вольт. Ниппель для клапана, опрыскиватель своими руками, штанга, шланг и форсунка распылителя. Они продаются в любом магазине типа товара для сада, подходящие по размеру крепежные ремни от старого рюкзака, например. Прочный широкий скотч. Дополнительная информация, собранная на базе этих деталей, агрегат позволит эффективно обрабатывать участки площадью 6-8 соток. В качестве резервуара также может использоваться емкость от неработающего помбового опрыскивателя «Квазара», например, у которого отсутствует течь и имеется воздушный клапан. Если от него уцелели подающие шланг и штанга с форсункой, процедура изготовления конструкции существенно упростится. Порядок сборки самодельного опрыскивателя по первому варианту из старой канистры выглядит так. Сначала в пластиковой емкости просверливается отверстие, в которое затем вставляется автомобильный ниппель с подключенным к нему компрессором. Для надежной герметизации отверстие под уплотняющие шайбы задувается, герметикой дополнительно ставятся прокладки, вырезанные из резины. Компрессор подключается к аккумулятору на 12 Вольт и оба они крепятся к канистре посредством прочного широкого скотча. Теперь останется просверлить отверстие для выводного шланга и оформить надежное и герметичное сочленение. На его конце фиксируется разбрызгивающая форсунка. На завершающей стадии к пластиковой емкости прикрепляются подходящие по размеру заплечные ремни от старого рюкзака. При сборке по второму варианту из старой модели опрыскивателя повторяются все описанные этапы кроме предпоследнего шага. Уход за опрыскивателем Уход за садовым опрыскивателем сводится к обслуживающим операциям, позволяющим длительно поддерживать устройство в рабочем состоянии. Для этого в первую очередь необходимо внимательно следить за состоянием аккумуляторной батареи, не допуская ее полного разряда и долгого нахождение в таком состоянии. Чистка опрыскивателя для своевременной ее подзарядки необходимо воспользоваться автомобильным зарядным устройством имеющимся практически у каждого владельца движущейся техники. Для поддержания опрыскивателя в исправном состоянии также необходимо соблюдать следующие правила после очередного сеанса следует тщательно промывать форсунку в щелочном растворе, что позволит избежать ее преждевременного разрушения от остатков химикатов. Специалисты советуют периодически прочищать сопло форсунки, используя для этого специальную щеточку с мягкими ворсинками. После каждого опрыскивания необходимо промывать рабочую емкость и подающий шланг от остатков химически активного препарата. Для этого рекомендуется применять 1% водный раствор аммиака. Использование ранцевых электрических опрыскивателей на садовом участке существенно упрощает процедуры по уходу и защите растительности от вредителей и насекомых. Для правильного обращения с этими полезными и практичными механизмами важно уметь разбираться в том, как они работают и какие модели оптимально подходят для данных конкретных условий. 0.0 VOT ARTICLE RATING Редактор субтитров А.Семкин